Начнем мы с простого утверждения, что уже из имен понятно, что хронология тех событий, о которых мы будем говорить, от 1-го века до 5-го века нашей эры. И я позволю себе просто, чтобы сократить немножечко лишние высказывания, не приводить здесь развернутых биографических справок по социологу и по Фгустину, рассчитывая, что аудитория с ними знакома, если и не как с родными, то хотя бы на уровне common sense. Давайте начнем с утверждения о том, что главным героем политической теории древности и средних веков, то есть всего того периода, пока не было, не существовало государство, главным героем этой политической теории был народ. Понятие народа родилось не в Греции, как можно было бы предположить, понятие народа родилось в Риме. Собственно, один из всего лишь героев, Августин, отдельно отзываясь о греческой терминологии, говорил, мы же все понимаем, что демос – это не народ, это простонародие, то есть лишь часть. Вот понятие народа как политического субъекта родилось в Риме и развивалось на протяжении всей практически Римской республики, мы затронем последнюю часть, да, то есть от падения республики до конца империи. Но затем, совершенно невзирая на исчезновение империи на Западе, понятие народа, равно как и другие политические константы, остались и продолжили быть на всем средневековом Западе. Собственно, в середине 17-го века еще один замечательный политический философ Томас Гоббс в своем Левиафане, 17-я глава Левиафана, то есть первая глава второй части, где он дает знаменитое свое определение тому, что такое государство, он произносит, то есть записывает ключевую формулу, которая в русском переводе оказалась переведена очень небрежно, переводчик просто не понял отсылку Гоббса, не увидел ее. Давайте, я обещал сказать, пафос, я честно скажу, что я эту отсылку увидел случайно, просто наткнувшись глазами на цитату и опознав ее. Это не потому, что переводчик Гоббса не знал, он знал, просто надо знать туда смотреть. Так вот, когда Гоббс описывает Левиафана, то говорит он буквально следующее. То есть это настоящее единство, более чем согласие с восточным 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 политическим восточным восточным восточным. любого рода, но это люди, объединенные общественным советом в нечто единое. Хорошо, но что скрывается за этими словами? Почему Томас Гоббс не написал просто «is more than consent» или «is more than concord», или еще что-нибудь, еще какой-нибудь из синонимов для слова «согласие», которая есть в английском языке, почему он не взял его, почему он поставил вот эти два слова. А если мы внимательно посмотрим, проведем небольшое археологическое исследование, то мы увидим, что на самом деле эта формулировка Гоббса совсем не случайна, что она возбудится туда, в глубину времен, к Августину, а эта часть возбудится к цифровой. И вот с этого мы и начнем сегодняшний разговор. Давайте начнем с Цицерона, то есть еще не с любви, с дружбы, а потом мы займемся уже изучением любви. Итак, Цицерон. В трактате «Дарая публика», который на русский язык ошибочно переведен как «Диалог по государству», Цицерон устами Сцепиона, одного из участников диалога, дает знаменитое определение. Я его сейчас воспроизведу на память. Если есть желание, можете проверить те, у кого есть. Я что-то являет ли ошибусь больше, чем в одном-двух словах, а вы это определение узнаете, даже если вы никогда не читали Цицероны и никогда не брали в руке этот диалог, потому что курс общественного знания здесь проходил точно как каждый. Побежали. «Государство – это достояние народа. Народ же не любое сравнение людей, собранных вместе каким бы то ни было образом, но объединение многих людей связано между собой, согласием в вопросах права и общностью интереса». Конец цитаты. В этой цитате прекрасно лишительно все. То есть, если над ней не задумываться, если в нее не отчитываться, и уж тем более, если не брать ее глазами латинский оригинал, то как бы можно совершенно не обратить на нее внимание, пройти мимо, да, и совершенно не увидеть, что же в ней такого, из-за чего стоит на нее внимательно смотреть. Если начать вчитываться, то становится виден известный абсурд ситуации. «Государство – это достояние народа». Ну, замените слово «государство» названием любого государства, которое вы знаете. Давайте, не будем поселять на святое, скажем, «Франция – это достояние народа». Это в известной степени звучит дико просто, да, непредставимо, непонятно, что вообще говорится в этой фразе. Ну, и дальше, для тех, кто проходил курс общества знания, «государство» в первой строке и «народ», как люди, связанные с согласием в вопросах «право» в четвертой строке, создают вот эту железобетонную смычку «государство» и «право». И если есть государство, то, конечно, есть право, а куда без него? Вот. Но, правда, задайте себе вопрос на минутку. Можете ли вы не согласиться друг с другом в вопросах гражданского кодекса? Нет, подумайте. В вопросах конституции, может быть. Уголовного кодекса. То есть, вы понимаете, что это звучит немножко абсурдно, да? Если мы воспринимаем цитату так, как ее перевел Гринштейн, как она обликована в серии «Вид памятники», как все это написано. Собственно, наконец, последний член этой цитаты в русском переводе вообще уходит куда-то и непонятно, что он там делает. «Государство» — это достояние народа. «Народ» — значит, «общность» в вопросах права. Что видит человек, произучающий курс общества знаний и видящий этот цитат? Он видит связано «государство», «право», «народ». «Народ» — что такое «народ»? Ну, народ, не знаю, много людей, наверное, да? Надо же, чтобы государство, надо там кто-то, чтобы жил народ. Вот, то есть, народ здесь сразу отступает на второй гон, придавленный железобетонными блоками государства и права. Совершенно на грани остается, правда, еще одна фраза — это «общность интересов». Ну, я надеюсь, я никого не обижу, особенно из «болодого» поколения. Но «общность интересов» — это не «тейки» в соответствующей графе в социальных сетях, там, да? В графе «интересы» — «котики», «Элвис Пресли», «Винишко». Но если это читать прямо, то не создается именно это дурное впечатление. Но давайте посмотрим на латынь. На латынь, на которой говорил Цицерон, и здесь именно важно, я сразу это немножко форсирую, именно важно, что он говорил на латыни. И этот диалог, который он пишет, посвящая Гною Помпею, воюющему на тот момент с Цезарем, диалог предназначается для того, чтобы его читали вслух. Можно по ролям, но главное — читали вслух. В этом плане известный факт, и опять отсылающий нас к Августину, этот факт нам известен благодаря его исповеди, что до V века н.э. практически все тексты, ну, были исключения, но значительная часть текста писалась для того, чтобы читаться вслух. Августин, с возмущением описывая свою преподавательскую карьеру в Карфагене, он пишет совершенно с возмущением в голосе, и ведь есть уже вот эти растленные молодые люди, которые стоят по портикам, держат в руках книгу, смотрят в текст и лишь шевелят губами, делая вид, что они читают. Видите, он делая вид. То есть чтение про себя это не чтение. Вот, Цицерон пишет, чтобы текст читался, чтобы он звучал вслух. И как это звучит по латыни? Опять-таки, проверяйте, если я ошибусь, то ненамного. Республика, респопули, эст, популус аутен, нон омнис церкусс буетитулинис, нон омнис церкусс хоменум, церкусс буетитулинис, консенсус юрис, и утилитата коммунионис. Соцентус, коммунионе, ошибся. Смотрите, с самого начала, то, что Гринштейн переводит в государство, это достояние народа. Смотрите. В два слова я везде написал правильно, но не сделаешь. Республика, респопули. Попули. Ну, если мы представим себе, что церковь хотя бы немножечко понимал в логике, да, и не был совсем уже необразованным человеком, то определять слово «рес» через слово «рес», ну, немножко неправильно, да, определять слово через само себя невозможно. Это грамматически и логически неверно. Остаются два других слова. Публика, попули. Публика – это прилагательное женского рода. Прилагательное не может быть определяемым словом в принципе по законам языка. Это всегда определение, но никогда не определяемо. Значит, остается единственное слово, которое может выступать с уверенным определением. «Попули». «Попули» – это слово «популюс», народ в родительном падеже, в притяжательном, в данном случае, да, сказанное подтверждается еще одним объявлением. «Публика» – это прилагательное, образованное от слова «популюс», по правилам латинского слова «пецилотекия». Вот. То есть, Цицерон говорит буквально следующее, да, «Общее дело» или «общее достояние» – это… Ну, давайте, «общее дело» просто. Рязь очень многозначная, здесь можно по-разному играть. «Общее дело» – это достояние народа. И для него явно это звучит вводной фразой, да, потому что дальше он продолжает «популюс» – «аутем», то есть «а народ» – «это». И дальше идет определение того, что такое народ. И что же такое народ по… Цицерон. Народ, оказывается, собранием многих людей, которых связаны две вещи. Пока давайте их оставим на латыни, сейчас разберемся. Это «консенсус юлис» и «коммунио утилитатис». Давайте начнем с «коммунио утилитатис», то, что в русском переводе «общность интересов». Ну, во-первых, «общность» – это вот это «коммунио». Здесь я не спорю. «Интерес утилитатис» – это единственное число, а не множественное. И означает пользу, выгоду. Пользу, знаете, коммунитизированную пользу. То, что можно взять и пощупать, как бы сказать, прибыль, по большому счету. Так вот, это «общность пользы», оказывается, при этом, «общность выгоды». Это можно было бы перевести в интерес, то есть, понятно, логика Беринштейна, только в одном ключе. Но для этого я задам один вопрос, просто на понимание. Пожалуйста, да, друзья, кто из вас знаком с фильмом «Жестокий романс»? Так, ага. Ну, в основном, старшее поколение из младшего совсем чуть-чуть. А с пьесой «Госпитальница»? Понятно. Нет, я проясню сейчас откуда мой вопрос. Если помните, там есть чудесный момент, уже ближе к концу, когда, значит, Ларису уже увезли на «Ласточку», Паратов уже ее опозорил, отказался жениться, она бегает вот между мужчинами, собственно, пытаясь найти какую-то помощь, какую-то поддержку. И в узком коридорчике «Ласточки» сталкиваются буквально лбами. Два купца – старый Моги Паранович и молодой Вася Вожеватов, новый хозяин «Ласточки». Они сталкиваются и спорят о чем? О Ларисе, да? За этим подглядывает карандашик, вот то, что станет уже последней каплей. Они спорят о Ларисе, потом разыгрывают ее в арганду. Но спор такой идет, да, что там говорится, какие слова звучат, когда Вася заявляет свою, Моги Паранович? нет, мне тоже ладится интересно. И вот дальше Вожеватов спрашивает, а твой-то интерес какой? Моги Паранович. И ответ свидетельствует о том, что Моги Паранович услышал вопрос правильно. Он говорит, ну а как же? Вот я в Париж на международную торговую выставку еду, так с молодой дамой оно поприятнее, да и повантажнее будет. Видите, здесь нет разговора о шумовствах, какой-то лирической заинтересованности, привязанности. Это не интерес, это выгода. Не надо искать спутницу, взялся, держанку молодую, красивую повез, повешуся в порядке. Так вот, это единственный вариант, в котором здесь можно привести утилита, с каким интерес. Это, повторюсь, это выгода, и выгода материализуемая. У нас придается общность выгоды, но это нам пока еще ничего не дает. Давайте задумаемся, а при каких обстоятельствах у людей, у многих, может быть внимательно не общая выгода, а общность выгоды? Что для этого может быть? Но две модельные ситуации напрашиваются. Если нас относительно не много, вот как в этой аудитории, но мы можем, не знаю, соблюдить артель по производству табуреток на боях и делить прибыль. Вот тогда успех артеля будет нашей с вами общностью выгоден. Мы будем все заинтересованы в этом. А если нас сильно больше? А если это не 20, не 30 человек, а там несколько сот, несколько тысяч, то явно никакой артельной речи уже не идет. О чем тогда? О чем тогда? А тогда, смотрите, я вижу, я не настаиваю на том, что то, что я скажу, это, так сказать, это догма, это не догма, это мое мнение, но я вижу только один вариант, который остается, когда между людьми, между субъектами нашей с вами общины заключаются частные сделки. они не связаны друг с другом, да? Кто-то у кого-то что-то покупает, кто-то у кого-то подвижает на работу, кто-то у кого-то снимает квартиру, ну понятно, что да, кто-то кому-то сдает автомобиль, то есть идет множество разных сделок. Казалось бы, они не связаны друг с другом, но в чем мы тогда должны, в чем же общность выгоды? А общность выгоды наша общая заинтересованность в чем? В том, чтобы вся эта система, вот все эти сделки работали. Если они будут работать, если мы будем знать, что действует бонофидос добросовестность, если мы будем знать, что все наши сообщники достойные контрагенты, значит, мы будем уверены, что каждый будет уверен за себя, что он свою выгоду точно получит. Понятно уже, да? То есть это система, многомерная система работающих сделок, такое вот, я бы сказать, сеть, сетевое сообщество. Но тогда возникает вопрос, что такое консенсус юрис. Если мы уже с вами отказались от перевода республик как государство, то тогда возникает вопрос, о каком праве мы вообще будем соглашаться, о чем вообще речь. Здесь оба слова интересны, но это сначала с правом, потом с консенсусом. Право. У нас нет государства, у нас нет кодексов, беда, печаль. У нас нет конституции, еще одна беда. Вот, а что у нас есть? У нас есть вот эти сделки, которые заключаются. Они же не разовые, да? Ведь то, что я совершил куплю-продажу, скажем, с Андреем, или то, что он, там, не знаю, подредил Леонида на работу, это, в общем, не значит, что больше этого никогда не будет. Одновременно в общине, я говорю очевидные вещи сейчас, просто мне важно их проговорить, ничего сложного здесь нет пока, да? Одновременно в общине могут совершаться десятки таких сделок, односторонних, двухсторонних, многосторонних. Больше того, сегодня они совершаются, завтра будут, через поколение будут. И смотрите, сделки типизируются, создаются шаблоны. Норма того, как проводится та или иная сделка, как выстраивается та или иная юридическая интеракция, юридическое взаимодействие. И вот эти самые нормы, плюс сюда добавляются нормы публичного общежития. Ну, понятно, да? Как бы ходить прилично одетыми, не знаю, не драться на улицах, не приставать к женщинам. Ну, вот добавьте нужно, не убивать, не что-что еще. Много так еще можно. Вот, добавляются нормы публичного общежития сюда же, да? И мы получаем вот этот комплекс правовых норм, который, внимательно, установили мы с вами. Мы с вами, как члены одной гражданской общины. А это значит, как юридически равны друг другу свободные люди. И мы установили вот эти договоренности, и мы относительно... Вот это и будет наше право. Это и будет право в данном случае. И мы относительно него имеем консенсус. Консенсус – это хорошее слово. Очень. Оно переводится как согласие. Но оно сложное в латыни. Вот так вот. То есть сначала вот так, а потом вот так, да? Это слово состоит из двух. Кум. Представка кум. И слово сенсус. Кум – это представка соединения. Со. Вот с или со. А сенсус – это ум. Это прежде всего ум. То есть консенсус – это совпадение умов относительно норм общежития. Да? То есть таким образом Цицерон описывает большую гражданскую общину. Ее же потом он называет цивитас. То есть подтверждает то, о чем я говорю. Это именно гражданская община. Цицерон описывает гражданскую общину. Смотрите. Чем объединенную. Постоянным. Больше того. Реитеративным. Повторяющимся. Проговариванием. Норм общежития. Именно постоянным. И именно проговариванием. Мы же собираемся с вами на форуме. Мы же видимся. Если не каждый день, то через день. Мы же торгуем. Любим. Ссоримся. Заключаем договор. Расторгаем договоры. Идем на войну. Возвращаемся. Своими женимся. Миримся. Рожаем детей. Хороним родственников. Или не родственников. Мы все это делаем. И это все проходит в общении. Всегда. А если это так, то мы постоянно. Где-то гласно. Где-то молчаливо. По умолчанию. Мы проговариваем. И подтверждаем нормы нашего общежития. Складывается тот самый консенсус. Юрис. Который нас прямо приводит. К коммунио утиритатис. И мы, говорит Цицерон, при совпадении вот этих вот. Ну, становимся кем? Вот сейчас очень внимательно. Мы становимся народом. Популус. Очень важно. Для римлян это непростое слово. Народ это единственный актор политической сферы. Это тот, кто может издавать законы. Начинать войну. Заключать мир. Тот, кто может вести любые политические операции. Но только народ. Ведь сами римляне, вспомните, никогда они себя не называли Республика Романа или Империум Романа. Никогда. Они себя называли Сенатус Популусскве Романус. Сенат и римский народ. И важно еще, короче, народ в таком случае, вот сейчас будет, наверное, небольшая перебивка, через которую я пойду к Августину. Народ, он, ну, как очень хорошо отметил Артем Магун, как в книге «Единство и одиночество», народ единственен, и он одинок в своем единстве. Других народов просто нет. Помимо нас есть только племена Гентес. Есть те племена, которые мы уже присоединили и захватили. Есть те, которые мы еще не присоединили. Но вполне в перспективе можно. Вот, народ есть только один, поэтому Республика, она только одна. Но Сатирон, как вы знаете, умирает в 43-м году до нашей эры. К власти приходит, как вы помните, Октавиан Август. Я обещал ему небольшую перебивку. Давайте немножко выдохнем. Прежде чем говорить о любви и Сатироне, я задам еще один вопрос. На этот раз, я думаю, среди молодого поколения ему поднимется больше, звезд на огонь. И кто смотрел? Есть там часть восстания ситхов, кажется. Месть ситхов, да, да. Месть психов, восстания клоунов, да, извините. Психов, фу, господи. Месть ситхов, восстания клоунов, да. Извините. Как говоримся, ничего страшного. Так вот, по-моему, как раз в месте ситхов есть чудесный эпизод. Эпизод, который, на самом деле, близкий к гениальному. То есть Джордж Лукас, нет, он-то прекрасно понял, что он снял. Он вообще человек образованный, новочитающий. Если помните, там есть замечательный эпизод, когда Гансер, Палпатин или Палпатин, да. В парламенте, в Сенате, да, вот в Сенате, это важно. В Сенате он встает и произнес длинную речь, где завершающим звучит фраза, да. И для того, чтобы нам было легче защищать нашу республику от... Гансер следует длинный список пройсков тех, от кого защищать. Я объявляю ее империей. В этот момент Гривидом бьет молния. Гансер превращается в высушенную лумию с молниями на пальцах. Появляются маленькие, пушистые гномеры с остальными гестрами йода. И они начинают скачать по креслу. Всех Сенатров куда-то сносят. Это уже цирк с конями. Это уже не интересно. Но это можно посмотреть, но политическое событие уже произошло. То, ради чего я занималась, уже произошло. А теперь, почему я говорю, что Джордж Лукас понял, что снял? 27-й год до нашей эры. Рим. Сенат. Курия. Октавиан. Молодой Октавиан. Уже Агнус. И с тем, говорит он, обращаясь к Сенату в конце длинной речи, уракство до империи его знаменитая, и с тем, чтобы нам было легче защищать нашу республику, от. Там другой перечень, но он тоже был. Я объявляю ее империей. Это русский перевод. В латыни там звучат слова акцепто империум. Я принимаю империю. А, то есть я становлюсь императором, но и Октавиана. Что это означает? Означает ли это, что пала республика, и на ее месте возникло что-то монстрозно, громадное, новое? Да не означает. Ничего не изменилось-то. Ничего не изменилось. Октавиан принял на себя, разумеется, время там молния не било, пушистые карлики не появлялись. Ну, без этого обошлись. Это же театральный эффект уже, да? Главное произошло. Октавиан принял на себя высшую военную власть. Власть императора. Он всего лишь провозгласил себя пожизненным главнокомандующим легионов Рима. Все. Нет, дамы и господа, да? Все. Ну, правда. Я не издеваюсь. Это единственное серьезное структурное отличие ранней империи от поздней республики. То, что главнокомандующий один и не сменяем. А до этого они были, но сменялись. Все. Но сердцем империи как был, так и остался популюс. Само название не изменилось. Они продолжали называть себя сенат и римский народ. И в политической теории главным остался народ. Империя – штука очень странная. Империя – это не государство, да? Империя – это форма организации вот этого самого народа. И уже за счет того, что империя не государство, а народ единственным. Империя, вы же понимаете, не знает границ. В латыни нет слова «граница», я скажу так. В латыни есть слово «предел» – «лимос», «лимос», «лименис». Отсюда, там, лиминальные, да, кого-то называют «лиметрофами», да, вот «лиметрофы» – те, кто по пределам живет. Предел чем отличается от границы? Граница, государственная граница, она здесь недалеко, вы ее знаете лучше, чем я, да? Государственная граница, колючая проволока, нейтральная полоса, посты, пограничники, заставы. И там дальше начинается то же самое, но уже с другой стороны, потому что мы признаем границу Польши, Польша признает границу Российской Федерации, все счастливы. Ну, не знаю, насколько счастливы, но мы не знаем. А вот теперь, понимаете, ничего этого не было. Есть речка Дунай, по ней стоят коллагеря римских легионов. Это лимец империи. Но значит ли это, что империя признает земли за Дунаем, принадлежащими германцам? Да сейчас. Это означает всего лишь, что сегодня римские легионы встали лагерем здесь. Может быть, завтра они пойдут за Дунай. Если захотят. Может и правда не пойдут. Кого об этом точно не будут спрашивать, это германцы, я вас уверяю. Больше того, никого не волнует. Признают германцы империю как субъект? Или не признают? Там разговор короткий как-то, да? Но сунешься, тебя убьют. Ну или если он спешит уйти, тогда сунешься и уйдешь с главной чьей. Ну хорошо. Никого это толком не трогает. Империя отличалась только одним от республики, да и то не сильно. С воцарения августа экспансия пошла активнее. Рим принял серию очередных бросков, распространяя свои пределы в Ширь. И в 212 году н.э. император Каракалова, Антонин Каракалова, издает знаменитую Конституцию авантоминиана, которая по-русски известна как Идика Каракалова, распространяющую право гражданства на всю территорию империи. И вот теперь, а еще полтора лета спустя, на свет появляется Августин. На свет появляется Августин, который начал свою жизнь, я напомню, в семье богатого Патриция города Тагаста, а уже современный, а закончил свою жизнь епископом города Японо, Северная Африка, а уже современный, недалеко от Тагаста. Ну, его историю я рассказывать не буду, хотя его история гонок с его любимой мамой, с Моникой, которая очень хотела его крестить, а он этого очень не хотел. Это отдельная, на самом деле, драма. Я до сих пор, если честно, не понимаю, почему об этом не снимут хорошего художественного фильма. Там просто богатейший материал от выставки Августина. Ну, ладно, это лирика я немножко отвлекаюсь. Августин прославился как один из самых ярких христианских полемистов, спорщиков. Епископ, неутомимый проповедник, неутомимый борец за христианство, за то, каким он себе его понимал. В 1410 году он получает прекрасный спуск, прекрасный предлог им сказаться. Ну, нельзя же просто взять и высказаться, нельзя же просто взять и навязать трактат в 22 книгах. А зачем? А просто так. Такого же не бывает. Но в 1410 году Августина дает прекрасный повод для высказывания. Я напомню, везготы на главе с Аларихом берут Рим. Рим взяли, Аларих там три дня отдал солдатам на разграбление, а потом увел солдат дальше. Ему Рим был без надобности, ему был важный символ – взять Рим. Вот я, Аларих, я, Аларих, взял Рим. Вот, вы понимаете, да я, да ты, а вот Рим. Это лучше всего иллюстрирует. Я не знаю, если вы, опять-таки, если вы читали, прежде всего, к молодому, пока я не обращаюсь, потому что старший, пока я не читал, безусловно, даже не стоит спрашивать, «Тверхмужкетеров» Дюма. Также есть прекрасная глава «Галантерейщик и кардинал», когда вот мысли «Галантерейщика» воноседе, да? «Я спасу тебя, Франция, кардинал, и я…» «Нет, лучше не так. Я и кардинал». Вот это вот Аларих и Рим, да? «Рим и Аларих» – это лучше Аларих и Рим. Он взял Рим и ушел. Это вызвало шок, который очень сложно передать словами, на самом деле. Рим давно не был столицей империи, там не было императоров, там не было ничего особо ценного. Но шок от того, что пал вечный город, это было что-то непередаваемое. Да, в Риме уже официальная религия империи христианства 30 лет как… В Риме, разумеется, христианский префект, но там по-прежнему мощная языческая община, мощная и знатная, да? И они, выступая в публичном пространстве, обвиняют в происшедшем христианам. Они говорят, вы не молитесь больше нашим богам. Боги не защищают стен Древнего Рима. Рим пал. И Августин получает повод для высказывания. Три года. Три года он отвечает на вот это вот событие. В 1413 году он ставит точку из-под него пера. Выходят 22 книги, трактата «Децимитата Дэйни» о Граде Бужьем русском переводе, о котором мы, собственно, и будем говорить в вторую часть нашей с вами, третью часть нашей с вами лекции, да, сейчас. Если коротко, да, то он там говорит буквально следующее. Он говорит… Он, собственно, себя выражением не стеснял, можете ответить, почитать. Он говорит, «Кретина, да вашему городу, который был основан Каином, брата-убийцей, мерзким подобием…» Виноват Ромулом, брата-убийцей, мерзким подобием Каина. Господь попустил существовать до этого момента только потому, что сюда должен был прийти апостол Петр с проповедью. Впрочем, вы несчастные дела-то и его умудрились казнить. То есть, если вот коротко, да, даже в этой короткой фразе, на самом деле, скрета очень долго. Скрета теория предопределения Августина, скрета видение Августином Бога, для которого нет прошлого, настоящего и будущего, но есть вечное и настоящее, да. Это отдельная большая тема. Если бы я читал не одну версию, хотя бы там две-три, я бы, наверное, уделил этому больше времени. Сейчас пойдем дальше. Вот, в конце трактата, в девятнадцатой книге, Августин, пройдя терпеливо, терпеливо всю римскую историю, он там всех пополоскал, наконец он дошел до Цицерона. И вот здесь возникает чудесная вещь. Смотрите, он прекрасно знает Цицерона. Больше того, он трактат Цицерона «Де република» в значительной части восстанавливает из текста Августина. У нас же нет единой укописи «Де република» Цицерона. Вот эти фрагменты берем из Августина, цитаты. И вот Августин обращается к Цицероновской концепции народа, обратите внимание, народа. То есть он видит, он сохраняет понимание того, для него это очень актуально, что именно народ, то, о чем стоит говорить, не уберет, не государство, не отец императора. Народ как бы то, что все это порождает, создаёт, производит. И он обращается к концепции Цицерона и, разумеете, её оспаривает. Ну, он бьёт в самую точку. Значит, сначала я скажу, почему он её оспаривает, а потом уже будем разбирать аргументацию. Оспаривает он её по ряду причин. Ну, начиная с капитана очевидности, да, Цицерон – язычник, августин – христианин. Но есть ещё одна важная причина. Он, конечно, видит своим взглядом, сидя в Японии, на семье Африки, он прекрасно видит, что концепция Цицерона такая, какая она есть. Просто устарела, что то, что адекватно описывало народ как большую, пусть даже очень большую цитос, гражданскую общину, это непригодно для описания вот того, что сейчас является собой римский народ. В V веке население вот этой вот огромной империи, да, и надо как-то по-другому это описать, и другой язык нужен. И Августин, и вот теперь пойдём к аргументации, значило отрицательное. Он говорит, ну помилуйте, ну вот как… Цицерон говорит, общность выгоды и согласие о праве, да, правовой консенсус. Ну помилуйте, говорит Августин, оставляя даже в покое общность выгоды, о каком правовом согласии может идти речь применительно к мерзким язычникам. Смотрите, я сейчас не ругаю и не проповедую, если что. Для того, чтобы соглашаться о юз, о праве, надо… Вот сейчас, внимание, там игра с языком начинается. Для того, чтобы соглашаться о праве, о юз, допустим, надо иметь представление о том, что такое юстиция, то есть справедливость. Видите, обратная, на самом деле юстиция производная от юз, это понятно, но в римской традиции всегда считалось наоборот, что юз – это сокращение от юстиции. Вот. Так для того, чтобы говорить о правиле, надо сначала понимать, что такое справедливость. А как язычники могут понимать, что такое справедливость? Кум юстиция апудеум эст. Тогда как юстиция, справедливость есть лишь у Бога. Как язычники, не знающие Бога, говорит Августин. Он уже выпустил пару, он уже не матерится, он уже просто разговаривает в 19-й книге. Как язычники, не знающие Бога, могут знать, что такое справедливость? Не могут. Никак не могут. А если они никак не могут значить его справедливость? То тогда вы учеркиваете, у них консенсус юрист, следом уходит коммунио-утилитатис. И что остается? И остается, тут он радостно заимствует метафором Уссицерона, собственно, да я и творчески ее разворачиваю, и остается не республика и не популюс, а всего лишь шайка разбойников. Пусть даже очень большая шайка разбойников. От моря и до моря шайка разбойников. Ну вот, присвоившая себе в силу своего размера безнаказанность и дерзость. Но ведь это же не так. Мы же не хотим, чтобы римский народ признателил все-таки народу. И дальше смотреть вот дальше, Апустина начинает блистательными совершенно игрушками предъявлениями. Я прошу простить за такое количество оценочных блистательных. Я просто правда восхищаю этот его пассаж, который мы сейчас будем говорить. Итак, что же такое народ? А если говорить, мы определим народ другим образом. А вот, например, вот так. Это вводное. И дальше пошло. Народ. Это цертус, я иду на скалоте не сначала. Это цертус вультитуде нис рационалис конкорди рерум квас делигит социатус. То есть мы видим, что в случае с Цоцироном и в случае с Апустином действуют одни и те же глагольные связки. Здесь в конце стоит социатус, здесь в конце стоит социатус. То есть объединенный, соединенный, да, это глагол социали. Стоит одно и то же здесь стоит мультитуду, точнее, виноват стоит цертус мультитудинис, то есть собрание множества людей. Вот здесь стоит цертус мультитудинис рационалис, причем Агустин отдельно поясняет в следующем пассаже, что вот это вот рационалис, разумное, да, это означает для него, я говорю о разумном цертусе, только чтобы подчеркнуть, что это собрание людей, а не скотов. Это цитата, да, «homenum non pecorum». И вот наконец вот здесь вот, их показания начинают восходиться, но не совсем. Давайте мы возьмем только одну формулу. Итак, «консенсус», «консенсус», «jurис», «конкорде», «рем», «класс», «дивид», «коммунион», «социатус». Вот смотрите. Итак, «собрание разумного множества людей», ну, «разумного множества» или «собрание множества людей». Объединенное, ну, в русском переводе это будет звучать очень просто, согласие относительно общности вещей, которые оно, то есть множество людей, любит. Это множество людей, объединенное согласием относительно общности вещей, которые оно любит. Что делает Августин? Во-первых, он вообще снимает аргумент правовой, вы видите, да? Он выбирает аргумент правовой и он выбирает аргумент, ну, как бы сказать, экономический, да? Вот, вот, та самая «консенсус», «коммунион утиритатис», вот эта вот, «общность выгоды». Что оставляет Августин? И что он оставляет согласие? «Конкордия» и «консенсус» — это два латинских слова, означающих согласие на самом деле. И дальше общность вещей, которые множество людей любят. Ну, для того, чтобы вбить еще в боздик, надо вспомнить еще слово «рэс» — «вещи», она на самом деле безумно многозначна. Для Рима они могли назвать вещами очень многие вещи, ну, извините, очень многое. Ну, к примеру, вещами назывались, помимо материальных объектов, вещами назывались в латыни «обещания», «обязательства», «завещания», «сервитуты», ну, уйма. Они знали понятие нематериальной вещи. Для них вещь — это необязательно физический предмет, который можно взять и повертеть в руках. И дальше, значит, смотрите, согласие относительно вещей. «Конкордия». В чем отличие «конкордия» от «консенсус»? «Кон» и «кону» — приставка одна и та же. Только «сенсус» — это голова, это ум. «Аккордис» — это сердце. «Конкордия» — это сердечное согласие. Ну, опять-таки, вот то, что я скажу сейчас, то, что я вам обращаю вам в основном к старшему поколению, потому что младшие, вы, простите, родились слишком поздно. Ну, к счастью. Вам еще многое предстоит, старшие, просто я сейчас скажу, вспомню, потому что вы все это видели. Хорошо, младшие коллеги это могли увидеть, если вы обращаете внимание на выборы, ну, прошлые парламентские выборы, ближайшие там. «Единая Россия» — это тот лозунг, о котором я сейчас буду говорить. Лозунг впервые был использован, он прозвучал в 1996 году. Его ввели в обращение политтехнологи Ельцина, шершего тогда на второй срок президентства. Тогда впервые по-русски прозвучал лозунг «Голосуй сердцем!» «Единая Россия» до сих пор очень любит говорить «Голосовать сердцем!» Слушайте, надо же Августин просто приветственно машет лапой. Его надо делать ведь лицом предвыборной кампании. «Голосуй сердцем!» «Да! Да, вы, Августин, да!» «Нас слишком много, нас миллионы!» «Мы не можем разумно проговаривать правила общежития!» «Мы не можем встречаться на форуме!» «Нет того форума, на котором мы могли бы сойтись вместе!» «Но помилуйте, империя растянулась от моря и до моря!» «От Британии до Ворокко и от Испании до Армении!» «Это же огромное пространство!» «Да, мы не можем это...» «Ну, на такой момент не до Армении, конечно, это я загнул, но...» «Хорошо, это до Дунали все равно!» «Все равно далеко!» «Мы не можем сойтись и договориться!» «И нет такого, чтобы у нас была общность выгоды!» «Это уже невозможно!» «А разве мы не можем любить одно и то же?» «А разве мы не можем любить...» «Скажем, не знаю...» «Нашего богоподобного императора?» «Можем же, можем!» «А разве мы не можем любить наше славное историческое прошлое, на что они налетают?» «Можем, можем!» «Славная победа римского оружия!» «Можем, можем!» «Выход римлян...» «Куда это было?» «К океану!» «Можем, можем!» «Можем!» «Августин и говорит, смотрите, на смену рациональному, на смену вот этому разумному согласию относительно того, как надо жить, относительно того, как надо взаимодействовать. На смену всем вот этим вот коммерческим и экономическим конштюкам приходит чистая виски, простая диригенция, приходит любовь, диригенция...» «Это нескольких слов для любви». «Диригенция» — это, так сказать, любить, обожать. «Вот...» «Вот...» «Это любовь, обожание!» «И вот на смену этому приходит чистая любовь к общему объекту!» «И вот тогда, диригенция» «Если любима дары Ленин, то мы в самом-то этом можем сказать, что такая «рес» — это «республика», потому что ее любят все. «И все, объединяясь в любви к этой «рес», становятся народами». «И тогда он говорит, что так...» «И римский народ...» «Ve populus romanus vere populus est...» «Римский народ в таком случае и в самом деле народ...» «Он объединен общей любовью...» «Если же этого не будет, говорит Августин...» «Ну, тогда народ превращается в «numitudo nomine populi indigna» «Во множат в толпу недостойную имени народа...» «Если нет ничего объединяющего...» «Если нет то, относительно чего угодятся целых всех...» «Им...» «Дальше...» «Здесь же он выпускает...» «Он делает еще одно очень важное оговор...» «Он говорит...» «Смотрите, для Цицерона нет шоколы и качества народа...» «Народ либо хором...» «Либо есть и тогда это прекрасно, либо нет...» «Ну, тогда понятно...» «А Августин идет немножко дальше...» «Он говорит...» «И чем лучше будет та вещь, которую все будут любить, тем лучше будет народ...» «Чем хуже будет та вещь, которую все будут любить, тем хуже будет народ...» «Но народ будет...» «Это будет заимствовано...» Это будет заимствовано в Средние века. Августин, я не зря выбрал его для разговора, Августин станет теологом, сформировавшим католическую мысль на тысячелетие вперед. Да, в XIII веке придет Фома, Фома Агвинский, который вернет Аристотеля в Европу очень во многом. Но Фома не уничтожит, он создаст атомизм, но атомизм не отменен августинизм. Следующий раз, когда такой триумф августинизма, вы его все знаете, хотя не все догадываются о том, что это был триумф августинизма. Это, простите, реформация, это Мартин Лютер. Это Мартин Лютер, который призывал сжечь книги схоластов и очень жалел, что нельзя сжечь Аристотина живьем, умер скотина. Это цитата, если что, из послания христианскому дворянскому немецкой нации, на русский переведено, да. Но очень любил Августина, очень любил и очень ценил. И его опыт, да, спасение возможно, я думаю, спасение возможно только верой, только церковью, только писанием. Он чисто августинянский. Любите, отдайте все в сердце, отключите разум и любите. И надейтесь, тогда, может быть, будете спасены. А между этими точками, между V веком и XVI, Августининство станет одной из важнейших опор политической идеологии. Дело в том, что для средних веков, я сейчас буквально в двух фразах это скажу, но для того, чтобы рассказывать подробно, опять-таки надо читать отдельные лекции. Для средних веков тоже не существовало государства. Но не было государства. Государства в Европе появляются очень поздно, где-то в конце 15-го, в начале 16-го века. Но в средние века уже знали множественность политических субъектов, королевств. Как правило, королевство. И из королевства в королевство. Церковь была все-таки одна, Августин был один, внятен всем. Поэтому из королевства в королевство кочевала чудесная образная система народа королевства, как мистического тела, объединенного любовью к своей голове, то есть королевства. В случае, если вы... В чем понимаете, да? Ну, это костилийский вариант, то есть изолодой в Англии он выглядит чуть по-другому, но и во Франции тоже чуть по-другому, но вариаций было много. А дальше смотрите. Если народ, это тело, король, это его голова, ну, костилицы, пошли дальше, я скажу, это голова, сердце и душа. Так вот, чтобы... Для гарантии. Вот. Ну, хорошо, но представьте себе, что вам попался дурной король. Ну, совсем никуда не будут ни король. То есть, вы представьте себе, что у вас сильно болит голова. Невыносимо, сводя с ума, болит голова и таблетки не помогают. Но это же не повод, как мы все понимаем, ложиться в топор или вегетин. Это не повод отрезать с себя голову, потому что голова рано-поздно пройдет, а если вы ее себе отрежете, то уже не будет вас. Если у вас вдруг болит сердце, это не повод принимать своими стыками. Вот. Ну, и аналогично, если у вас разболелась душа, это не повод кидаться с крыши головы вниз, потому что душа болеть, конечно, перестанет. Ну, так у вас уже. Это волновать не будет. Вот. А в данном случае понятно, да? Народ является народом только тогда, когда он объединен в любви к своему монарху. И монарх отвечает ему полной взаимностью, любя свой народ, потому что не может уже голова не убить свое тело. Это уже абсурд. А вот так, собственно говоря, батл между Цеционом и Августином. Батл немножко односторонний, потому что Цецион занимал в нем сумму пострадательную позицию. Он, может быть, и мог бы что-нибудь возразить, если бы воскрес на тот момент. Но батл получился односторонним. Батл поэтому закончился с заключительной победой Августина. И, что сказать, августиновский рэп «Любви до политического чувства» звучал в Европе еще целое тысячелетие, а иногда продолжает звучать и сейчас. Спасибо за внимание.